Весна идет и весне дороги. Милые, какие тут банчика. Здорово. Дорогие подписчики, всем доброе утро. Погода, правда, какая-то непонятная. Когда я вышла из дома, было солнышко. Пока я стояла на остановке, прошел маленький дождик. Вот вышла у работы на Савеловской. Ну, вроде ничего, но погода неясная. Солнца нет. Я вот в куртке бежевой и с таким шарфиком. Тоже цвет пыльной розы. Всем хотела сказать сразу спасибо за лайки, за подписку. Канал растет, подписчики прибавляются. Еще хотела сказать вам. Представляете, как ни странно, это именно мужчины пишут мне на e-mail с вопросами о контактах Тамары, которая живет в Болгарии и занимается пересылкой посылок, денежных средств, в том числе документов и так далее. Повторю, она сама из Сибири, она русская. Вот. Василий, Сергей и Максим. Максим вообще мне потом на e-mail отчет написал о том, что шлем получен, все в порядке. Все. Я вообще-то думала, что Максим напишет небольшой комментарий под роликом про посылку. Но он мне решил тихо, тихонечко так скромненько написать на e-mail. Но все равно приятно. Спасибо. Я рада, что я смогла кому-то помочь. И, в частности, посоветовала Тамару. И Тамара тоже мне писала, сказала спасибо большое. Очень приятно, что тоже прибавились в нее люди. Все-таки это ее способ заработка, так сказать. Ну, черпи не. Шутка, конечно. Нет, почему шутка? Это не шутка. Так, у меня сегодня несколько дел, но об этом чуть позже. А еще я вам хотела сказать, что в следующем ролике я вам расскажу. Долго не хотела рассказывать. Наконец расскажу о своем, так сказать, небольшом приятном моменте. А может быть, большом приятном моменте. Но об этом уже в другом ролике. Так что заходите. Я думаю, он будет где-то 1 мая вечерком. Посмотрите, послушайте. Может быть, кого-то заинтересует. Ну, пока я пошла на работу. Не знаю, сегодня хочу еще успеть сходить на авиатский рынок. С девчонками, мы хотели сказать, с сотрудницами. С работы. И хочу купить колубники к выходным. И, может быть, чего-то еще. Еще пока не знаю. Овощей. Они там хвастались, что они нашли какую-то неплохую лавку, где продают вкусный сыр и колбаску. Так что посмотрим. Все, друзья, я пошла на работу. Чуть попозже с вами увидимся. Так вот, мы с Леной пришли на рынок, на наш, на авиатский. Лена тут все знает. Сказала, сейчас подскажет мне, где взять клубнички, где взять огурчиков хорошеньких и так далее. Я говорю, что она тут все знает. Это клубника. 350 рублей. Про огурцы вот не знаю. Лена может спрашивать. Здрасте. Здесь тоже огурцы, да? Да. И клубника здесь. А огурчики есть, да? Ну вот, помидоры. 250. Ты берешь, да, этой? Да сейчас наберем. А, прошу. Ой, Лена сказала, сейчас все наберет. Так, что тут по ценам? Это кто такие? Мандарины. 250. Апельсина тоже 250. Испания. Ну вот, тут цены хоть стоят. Груши 250 тоже. Ну вот, тут цены есть. А вот на авиатском рынке, ой, на бутырском, вообще ценники перестали представлять. 140 огурчики. Синеглазка 50 рублей. Так, ладно, пошли мы набирать с Леной. Вы? Да, да, вполне, да. Очень даже. Супер. Спасибо большое. Да, вон авокадо какой большой. Да я Вике хочу показать. Да, супер. Спасибо большое. Лена показала еще злачное место. Колбасы, сосиски, паштеты. Так что, я тут себе взяла рулетик. Сыр. И вот большой пакет тут вот с овощами. Ой. И клубникой. Дом уже покажу. Все. И идем сейчас в сторону нашей работы. Что-то погода как-то испортилась. Про клубнику хотел сказать. Там, конечно, есть клубника и за 280 рублей. Я видела и за 300. Но Лена сказала, лучше идти в проверенное место, где она берет всегда. Скидку, конечно, ей там не делают и ничего не подкладывают. Но типа, вот, возьмите лимончик, вам подарок. Ну, уж все. Уже купила. Но, по крайней мере, буду знать, куда теперь ходить. И то, чем буду знать, что там еще можно подешевле взять. Ну, все. Я иду вовес. Это метро Автозаводская. Выход из первого вагона. И дальше вы на автобусах КМ1 или КМ2 продолжите свой путь дальше в сторону метро Орехово. Так как метро от станции Автозаводская до Орехово закрыто. Всем привет. Я ушла пораньше с работы. Мне нужно на Автозаводской купить бокалы. Как-то в Новый год, когда мы справляли у моей племянницы с Кириллом, я у них дома заприметила классный бокал пивной. Называется Delirium Slon. Это по-русски. 0,5. Я стала искать в интернете. Там действительно рисован слоненок. Такая ножка. Изящная, красивая, немного вбока сгибающая. С прорезями с небольшими. Очень классно, красиво смотрится. В итоге на Авито я нашла. Я весь интернет перерыла, ничего толком не нашла. Нашла на Авито у одной из девушек. Всего таких-то нашла 4 объявления, но ничего мне там не подошло. А вот у девушки мне понравилось. Цена, конечно, не совсем адекватная. За один бокал 0,5. Так как сейчас из Бельгии нам эти бокальчики не поставляют. Только в наборе с пивом. Пиво стоит 2,900. Либо 2,700. Зависит от набора в пиве. Ну, от набора пива. Либо это в наборе 4 разных сорта пива бельгийского. Либо всем одного какого-то названия. Название пива я, конечно, не помню. Но это пиво достаточно крепкое. Бокал я из себя выбрала 0,5. Стоит он в розницу 1500. Вот. И на автозаводской я нашла девушку, которая продает. Еду вот в этот непосредственно ресторанчик. Называется ресторан «Друзья». Так что сейчас поеду, заберу 2 бокала. Заказала я 4 на всякий случай. Но потом подумала, решила, что возьму пока только 2. Вышла я, правда, не из того выхода. Это первый выход. Мне нужен второй. Так что сейчас пойду к второму выходу. Но зато очень удачно вам рассказала, как доехать до метро Орехова. Потому что из выхода номер 1 есть автобусы. Через дорогу перейти буквально немножко левее, взять из метро, из стеклянных дверей. И автобусы. Так, ну вот этот ресторан. А вот туда вот, вот за это здание повернуть, вот туда. И там будет метро Автозаводская. Самое главное вам забыла сказать, что первый автобус едет до метро Орехова, а второй едет до технопарка. Так что не запутайтесь, если что. Ну а я пошла за своими бокалами и дома вам уже как покажу. А потом я поеду в метро Отрадное. И там тоже кое-что вам еще расскажу. Бокалы реально мега крутые. До дома доеду покажу, вообще суперские. Вот блин, теперь даже не знаю, может быть все-таки надо было все четыре забрать. У него последние четыре бокала осталось. Но я сказала, что домой приду и спробую, и возможно заберу эти два. Ресторан, по-моему, какой-то то ли армянский, то ли какой-то, в общем, там сплошные и не русские. Но, в общем, мужчина молодец. Хотела сказать, что я вам оставлю контакт. Ну нет, контакт не оставлю. Скорее всего, я заберу последние два бокала. Так, друзья, ладно, давайте коротенько скажу. Сколько, но, в общем, сумма меня, честно говоря, порадовала, если что. Так, так что сейчас я еду встречаться с ним около метро Отрадное. Отрадное. Заедем к нему домой. Его жена мне все покажет, расскажет, что, чего, как. И буду ходить с первого числа поливать. Вот, раз в неделю, ой, раз в день или два, не знаю, она мне все расскажет. И на зоне я еще заказала чехол к этому телефону. По-моему, он уже пришел. Чуть попозже посмотрю. Как разберусь с рассадой. Вот. И, наверное, пойду схожу. Если он там на месте. Потому что все-таки чехольчик нужен. Телефончик, прям, можно сказать, воскользает отзыв. Прям воскользает. Все, я побежала в метро. А то он меня уже ждет. Так, все, мне уже показали, что там поливать. Рассада оказалось не так много. Я уже думала, все там бомба просто. Ой, как воробьи черекой. И мне дали до кучи еще. Целых огромных два ведра красно-смородина. Одна послаще, другая покислее. Так что буду варить морсы, компоты. Ну, что, конечно, у них свои смородины кучи. Кстати, сотрудника зовут Олег. И в том году он почти весь офис, так же, как и Алексей Водитель, снабжал нас огурцами собственных огородов. Было круто. Нам очень понравилось. Конечно, кому не понравится. У кого нет своей дачи, имеют вкусные огурчики. Яблоки еще были, кабачков, кабачками, мне кажется, вообще нас засыпали просто. Так, я посмотрела на Озон. Уже пришел чехольчик с телефона. Фу, с телефона, говорит, для телефона. Я выбрала чехол с вставкой для карты. Вот, не знаю, сейчас как раз примерю телефон, посмотрю, подойдет, не подойдет. Но я надеюсь, что подойдет. Не хочу ничего другого пока искать. Я думала за кэшбэк купить, а теперь думаю за кэшбэк при покупке телефона, который мне начислят. Пока не начислили еще. Я, наверное, куплю, скорее всего, наушники беспроводные. Добавлю и куплю. Правда, их там мало видов, только два варианта. Один за 10, по-моему, а другой за 5900, что ли. Ну, не важно. Ну, конечно, за 5900 получше, чем за 10. Так, ну все, ладно, я побежала в Озон. Потом дойду до дома и покажу вам, наконец, бокальчики. Бомбические, агонические. Что-нибудь слышно, что-нибудь не слышно. Проверяю вид, аудио. Так, я уже забрала чехол. Он мне самый раз, точнее, не мне, а моему телефону. Но хочу проверить запись аудио. Потому что, как оказалось, именно вот отверстие, где, ну, откуда производится звук, ну, как бы вот этот вот решеточек сама, она закрыта. Поэтому, пока не понимаю, будет нормальный звук или нет. Сейчас заодно вот проверю. Ну, а так, все, я иду уже в сторону дома. Так, начну с ягод. Мне дали два ведра больших красной смородины. Так что я просто упьюсь, наверное, морсом. Вот у меня тут уже стоит морсик. Еще мне дали гриб. Гриб еще буду делать. Ведерочки мне сказали отдать потом. А вот пакетико ягоды оставить. Могу оставить себе. Так, и про бокальчики. Смотрите, какие чумовые бокалы. Это вот то, о чем я говорила. Резная ножка. Сейчас покажу сбоку. Вот, видно, стопудово видно. Видите? Резная ножка. Так. Потом слоник вот такой вот классный. Офигенский вообще. Там на дне тоже, ведь, вот, тоже слоник есть. Вот он. Классный тоже. Вот такие вот штучки к пивным бокальчикам. Как в баре. Вот такие вот два классных бокала. По-моему, вообще просто офигенно. Ну, мне очень прям нравятся они. Прям вообще мощно. Видите? Ножка прям вот изогнута. Клевые, скажите? Ну, блин, мне вообще не жалко было 1500 за бокальчик. Вообще, по сути, они стоят где-то рублей 700. Стоили раньше. Очень клевые. Вот такие вот классные бокалы. Мне очень нравятся. Я прям в восторге. От ягод я, конечно, не в таком восторге, в таком количестве. Ну, ладно, что делать? Буду делать морсы. Когда пойду поливать, какого там числа, по-моему, 1 мая, что ли? Да, пойду поливать рассаду, как раз я вам покажу. Ну, квартиру-то я вам показывать не буду, а то мне это не очень удобно. А то вдруг человек меня смотрит и скажет, так, это что такое? Покажу вам просто рассада, какая у них. Ну, там реально совсем немножко. Так что вот такая вот красота. Завидуйте мне. Представляете, пришлось вернуться. Я забыла у Олега пакет в машине. Ну, это вот кому я ходила по поводу рассады. Вернулась и позвонила ему. Он к подъезду спустился. Все, мне отдал пакетик. То, что я на вятском рынке покупала. Вот это вот все. Короче, вот я в итоге что взяла? Чабрец. Вот этот чабрец. Мяту. Укроп. Большой авокадо. Авокадо прям вообще спелый. Просто спелейший. Прям вот он мне вообще в руку не помещается. Должно быть две руки. Так. Травки всякие, муравки. Это вот для мяса, для рыбы. Для мяса. Я больше в основном мясо кладу ее. Так. Рулетик. Ну, это вот мармеладки. Я просто люблю мармеладки. Так. Рулетик из индейки взяла. Небольшой кусочек. Где-то грамм, наверное, 200. Может быть здесь. Сыр сливочный. Очень вкусный сыр. Вот такой вот один, один вот такой вот кусочек. Он достаточно большой, где-то с рук он. Стоит 70, по-моему, 70 рублей за штучку за одну. Ну, да, дорого, но зато сыр вообще суперский просто. Клубника. Я вам говорила, за 350, но вот сколько здесь, я не помню. В общем, за все, за все вот за это я отдала где-то 1300 штори на рынке. Так. Огурчики. Огурчики вообще классненькие. Такие хорошенькие. 126 рублей килограмм. Пожалуйста. Очень классные огурцы. Клубник, конечно, да, я вам говорила, там было подешевле. За 280 можно было в другом месте взять. В другом ларечке. Ну, вот Лена говорит, проверено. Типа, вот надо брать там, где я всегда беру. Ну, в общем, в итоге я взяла. Так. Как хорошо, что есть люди, у которых можно, которым можно закинуть в машину тяжелую сумочку, и он довезет тебя до дома. Пока я там где-то шастую за бокальчиками. Кстати, про бокальчики я сказала, что на дне бокальчика, не на дне бокала, а на ножке бокала. Конфетки сейчас выложу вот сюда. Вот у меня мармелад тут тоже лежит. Просто я запаковала пакетиком, чтобы он не, ну, чтобы он оставался мягеньким. Сейчас сюда же я это выложу. Так, такие вот дела. Кстати, из этого авокадо я в выходные сделаю гуакамоль. И еще, еще я купила слоеное тесто. Хочу сделать корзиночки, слоеное дрожжевое. Хочу сделать корзиночки. Вот как раз смородины теперь дофигища. Сделаю корзиночки из слоеного теста дрожжевого со смородиной. Так что с ним вам и покажу. Или, может быть, покажут я в дзене. И вы туда перейдете, как вариант, и посмотрите. А вам просто покажу итог. Как-то так. Так, ну все. Мне надо идти переодеваться. Я хочу кое-что приготовить к приходу Сашки. И будем пить пивко. Я решила сделать кальмары. Сейчас я их быстро разморожу. Подготовлю все нужные ингредиенты. Правда, у меня нет грибов. Так что подумаю, что можно будет добавить. Там много чего можно добавить. Можно зеленый горошек. Основной ингредиент у меня будет рис, морковка и лук. Так что вот. И испробуем сегодня пивные бокальчики. Сейчас я быстро приготовлю. Потом вам расскажу, что я туда начинку какую сделала. И расскажу, в принципе, как я сделала кальмары фаршированные. Погнали! Чистите кальмары. Нам нужны будут сливки, соль, перец. У нас варится рис. И обжаривается морковка с ручком. Так, все. Кальмары я зафаршировала. У меня сегодня рис, морковка и лук. Больше ничего нет. Обычно я еще кладу грибы. Сейчас я это залью небольшим количеством воды. Накрою крышечкой. И они будут готовиться. И в конце залью сливками. Если честно, мы с Сашей уже уговорили двух кальмарчиков. Сейчас пьем пиво. Пьем пиво. Смотрим телек. Уже даже скрываем в облу. Так что, как обычно, на фоне всего приготовленного. Если кто-то что-то не понял, как готовить эти кальмары, пишите в комментариях. Я вам еще раз подскажу. Но это бомбическое блюдо. С вами я, ваш Баба Атас. Ставьте лайки и подписывайтесь. Субтитры сделал DimaTorzok